здравствуйте пару дней чего не выкладывала извините просто не успевала сегодня хотела вам предложить свои мысли насчет тотализатора фонтота нам там надо угадать минимум девять матчи из 15 что наверное честным способом невозможно а я попробую постоянно вдруг повезет и мне на билеты в таиланд хватит на зимние каникулы съездить ну и вам кто меня смотрит может быть интересно матчи на сегодня очень интересные и так по порядку цска зенит конечно цска выглядит по собране но как я посмотрел сборные отчаливали практически все игроки цска а в зените таких оказалось меньше но даже и это главное не это главное а вот что зенит проиграл два крайних матча и посмотрите когда такое было чтобы чемпион проиграл три матча подряд отсюда вывод маловероятно что зенит проиграет третий матч подряд но и цска сливаться не будет естественно вот и думается ничья в тотализатор а что касается ставки то обе забьют за 1 70 очень неплохо и не и не верится что по голу не забьют хотя бы теперь амкар кубань да что-то крупный не врет кубани да и амкар как-то сдулся но если смотреть с кем играл амкар и с кем играла кубань то становится очевидным ставить надо на амкар в то-то ну а просто ставку фора амкару 0 за 1 85 аргументы за первое это несомненно свое поле второе кубань разучилась забивать ну и как пишут игрокам не платят а мы все знаем как играет господин павлюченко за деньги теперь представьте его же бесплатно ну и второе тоже представьте за бесплатно они туда даже не поедут в общем не проигрыш амкара самое то затем рубин локомотив как я уже и говорила с рубином как-то я какая-то беда происходит а вот локомотив наоборот в гостях всех глушит в общем если смотреть форму команд то однозначно локомотив то-то затем англия а именно норвич бурнмут как играет бурнмут я не видела и потому сложно сказать но норвич безобразен если говорить о кто-то то мне нравится победа бурнмута а если говорить просто ставки то обе забьют за один семьдесят три или тотал больше за один девяносто неплохо теперь и че утфорд солнце я вообще не поняла почему этот матч попал в тотализатор ведь совершенно очевидно что солнце сильнее даже в гостях просто победа солнце кто-то ну или с форой ноль за неплохие один девяносто пять надеюсь я не ошиблась в из бронвич саундгемптон тут все сложно то саундгемптон нравится то весь бронвич нравится не знаю кому отдать предпочтение команды блин равны ничья вырисовывается в то-то ну а просто ставку какую сделать вообще мысли нет я таких случаях ставлю туда где коэффициент выше теперь немцы герта штутгарт первое что приходит на ум это конечно обе забьют за 1 65 команды любят повеселиться особенно штутгарт кто-то предлагаю поставить победу герты а обычную ставку индивидуальный тотал герты больше полтора антрах что сказать неожиданно высоко располагается команды в таблице особенно кельн молодцы тут аналогично обе команды забьют за 1 65 ну а в то то победа домашней команды пора спускаться вниз по таблице ну теперь испания спортинг валенсия как играть спортинг я не видела еще придется исходить из статистики целиком она не в пользу спортинга просто спорник неожиданно в ноль в ноль сыграл с реалом может в этом дело но тут уверенная победа валенсии теперь самое интересное атлетикой барса пока барселона не выглядит мощно особенно оборона и потому на гол атлетика рассчитывать можно а идет он за двойку ну конечно можно попробовать обе забьют в коем веке предлагается 1 85 ну а если рискнуть то фора атлетика ноль за 2 40 неплохо если что то если что расход ну а в то то просто ничья бейтис реал соседат тут не буду оригинально но если некоторые команды не забивает то они как минимум не выигрывают тут не крупные победы петисов то там смотрите следующее видео оставшиеся команды прокомментирую попозже спасибо